добрый вечер коллеги как меня слышно поставьте плюсики пожалуйста слышно меня или нет слышно отлично а то раз молчите одну господи может я сама с собой разговариваю вы знаете я приняла решение и мы будем короче маркетинг план делать прям несколько занятий потому что понимаю что очень часто хочется вас впихнуть невпихуемое другого никак не скажешь и получается вероятнее всего из-за этого многие до сих пор не знают маркетинг плана во первых хочу сказать что у меня есть записанные видео они у нас есть на сайте фаберлик project три урока которые расписывают внутренние все как ходят деньги как что все объясняют поэтому я рекомендую вам посмотреть и сейчас мы с вами будем говорить в общем и поговорим только лишь о квалификациях как их различать и какие бонусы существуют сегодня мы сделаем акцент не на доходах а на том что есть в нашей компании на что нужно обратить внимание и как точно видеть квалификации как точно запомнить и не запутаться потому что очень часто многие смотрят вот эту большую нашу табличку возможностей по росту квалификации и когда им задаешь вопрос сколько должно быть директоров о первой линии на такой-то квалификации многие начинают листать маркетинг план начинают думать вспоминать и путаться сегодня мы с вами будем разбираться как перестать путаться в квалификациях как перестать путаться сколько должно быть директоров и вот мы вот над этим сегодня поработаем а уже в следующее занятие я уже расскажу более углубленно на эту тему поэтому давайте переходим и с вами рассмотрим несколько позиций ну во первых всем рекомендую обязательно посмотреть вот эту нашу табличку квалификационные бонусы тут очень много интересного написано тут выделено специализировано по цветовой гамме и не просто так это выделено по цветовой гамме даже компания фаберлик она предоставила возможность нам не путаться для того чтобы мы отличали и если вы начнете смотреть и внимательно читать то увидите что до квалификации директора это сиреневый цвет или фиолетовый это для того чтобы запомнить синий цвет это уже директор и старший директор и они тоже действительно отличаются и следующие оттенки тоже отличается следующие тоже и поэтому если вы внимательно прочтете название именно квалификации то вы точно поймете почему идет разделение по цветовой гамме поэтому первое на чем вам можно запомнить если вас кто-то спросит а какую квалификацию можно достичь и какие квалификации есть то есть очень хорошая техника запоминания на цветах на цветовой гамме поэтому посмотрите внимательно эту табличку сейчас она мелко здесь плохо видно она есть когда специальные брошюры маркетинг план она у нас есть на сайте фаберлик и вы можете ее посмотреть и точно так же я сброшу вам ее в чат наш и вы сможете ее более глубже побольше распечатать а те у кого есть и детские пункты есть прям вот такой плакат и прям посмотрите почему отличается это первое вам задание на будущее пасу написать мне чем она отличается найти несколько отличий теперь давайте поговорим так так коллеги секундочку у меня сдвинулась поэтому мне придется один слайд все таким для вас напечатать я не стала это делать поменялся шрифт сдвинулся текст сейчас я один слайд прям дополнительно добавлю потому что там кое-что сдвинулась а для вас это было бы намного лучше если бы вы это увидели очень надеюсь что проблем с этим у нас не будет сейчас секундочку ждите я сейчас просто быстренько сделаю слайды и закачаю один из слайдов вам чтобы вам было лучше видно понадеялась что презентация не будет сдвигаться а нет ну ладно сейчас вам закачаю да я так и сделаю дашь я просто это спасибо сейчас просто закачаю прямо этот как его конкретно такой этот слайд сюда дополнительно чтобы вам лучше было видно если будут такие проблемы то я просто напросто это ну как дополнительно буду делать пока он закачивается а нет а отлично вот он закачался слайд смотрите давайте теперь поговорим о различиях до статуса статусы до директора почему не называю квалификации потому что квалификация начинается от директора здесь у нас идут статусы есть два статуса которые которые отличаются от маркетинг плана два статуса это человек который делает до 50 баллов или вообще ничего не делает это привилегированный покупатель это один из статусов второй статус который от 50 баллов личного объема у него нету группового объема он считается консультант это два статуса которые влияют на на стоимость продукта но мы сегодня не об этом но я все таки решила вам это указать чтобы вы обязательно ориентировались прошу прощения алё не могу говорить я не у меня вебинар перезвоню спасибо смотрите по групповому объему теперь перейдем по процентам начисления по статусам от почему написала не 100 баллов а написала от ста баллов до 199 запитая 99 баллов почему написала так потому что многие говорят но у меня же 150 у меня же 190 а почему у меня нет 6 процентов от 100 до 199 99 это 3 процента вы можете быть сделать это как личным объемом точно так же вы можете и групповым сделать без проблем главное чтобы здесь было 50 баллов личного объема и это статус консультант он прям звание такой консультант от 200 баллов до 59999 баллов это 6 процентов точно так же можно делать как лично точно так же и групповой это идет про начисление объемной скидки от компании от 600 баллов до 999 запитая 99 это 9 процентов как лично так и групповой и это статус лидер предыдущая старший консультанта это статус лидер от 1000 баллов до 1499 99 баллов это 12 процентов в расчете объемной скидки и здесь точно тоже так же может быть и лично может быть и групповой рекомендуем конечно же чтобы это был групповой потому что в какой-то период вы можете на тысячу баллов продать а в какой-то период у вас уже не получится есть какие-то ситуации поэтому конечно лучше ориентироваться на групповой объем но компания выплачивает и за личный объем как супер продавец и вы имеете разницу с продаж и точно так же имеете проценты это старший лидер от 1500 баллов до 1999 99 это 15 процентов это вице директор от 2000 баллов до 2999 99 баллов это 19 процентов и вот здесь нужно быть ас на каждом конечно на каждой планке не дай бог пропустить хотя бы 0 1 балл но вот здесь вот если вы пропускаете 0 1 балл то вы пропускаете квалификацию открытую директора вы мало того что вы теряете в деньгах порядка десяти тысяч вы сразу же у вас улетает эти деньги десять тысяч но вы еще и теряете именно в первом периоде открытого звания поэтому здесь очень внимательно нужно отслеживать и идти до статуса проверять каждый даже 0 1 балл лучше пусть будет с лихвой итак от 2 до 2 999 99 это 19 процентов и это старший вице директор и вот уже с этого момента начинается достижение квалификации от 3000 баллов групповых можно лично если будет вопрос можно ли лично можно и даже есть такие люди которые делают лично но их очень мало если вы хотите действительно расти и строить бизнес запомните групповой объем с командой вместе со своей структурой со своими лидерами со своими привилегированными покупателями со своими консультантами вместе вы делаете 3000 баллов они делают свои статусы до директора вы делаете свой свою квалификацию 3000 баллов от 3000 баллов до 4 999 99 баллов это 23 процента и вы директор если даже вы растете и у вас там например 4000 баллов вы все равно остаетесь в звании директор 4 999 99 0,1 балла не хватило вы в звании директор как только у вас наступает от 5000 баллов и до бесконечности в компании это не написано до бесконечности но если у вас не вырастают директора в вашем первой линии во вторую ну вообще не вырастают директора а у вас просто большой огромный групповой объем это может быть и 10 и 15 и 20 и 40 и даже 50000 баллов но нет директоров вы остаетесь в звании старший директор квалификация старший директор также 23 процента но вы остаетесь на этой квалификации поэтому вот здесь вот может быть разность добрый вечер владимир вот здесь вот может быть разная ситуация в свое время я очень вы наверное помните у меня есть видео что я очень долго была в звании старший директор и звание старший директор старшему директору я в звании старший директор у меня было 18 19 тысяч баллов то есть самое максимальное 18 19 тысяч баллов группового объема у меня не было ни одного директора я просто была в звании старший директор а нет простите обманываю у меня был один директор дарья титова но у меня был групповой объем очень вот такой большой 18 19 тысяч баллов важно другое вы должны да 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 дашенька прости меня пожалуйста что-то я притормозила это когда когда у меня было по-моему 5 ну в общем я не помню я вот это вот уже запамятовала это было уже немножко в ту ипостасию в то время когда я не работала в интернете мы не работали в интернете ты была звание директор и а я была длительное время старше но просто вот в этой ситуации вы можете очень получать хороший доход об этом мы поговорим на другом обучении сейчас мы говорим просто про статусы про звания чтобы вы понимали поэтому вот здесь вот акцент на это ставлю как только у вас у вас вырастает один директор один только директор тоже групповой объем может быть любой главное от пяти тысяч также остается процент 23 процента но вы остаетесь в звании старший директор вот об этом пожалуйста обратите внимание мы будем с вами про квалификационные бонусы именно по каждому званию я сейчас вкратце скажу а на следующем обучении я вам прям расскажу про каждый квалификационный бонус прям в точности сейчас мы только пробежимся по этому направлению вот почему разделила так потому что вот важно запомнить вот это и так давай вот это вот все похоже близко теперь давайте посмотрим следующий слайд когда вы открыли звание вы открыли ой не здесь не здесь это перехожу так когда вы сделали открыли квалификацию я директор фаверлик и вот здесь вот давайте мы с вами посмотрим от директора и конечно естественно я слайды какие-то делала те же самые которые вы могли посмотреть в нашем личном кабинете вначале начала писать вручную потом поняла что зачем писать вручную самые шикарные слайды которые предоставляет это у нас компания и здесь все сразу же написано смотрите вы открыли звание директор давайте рассмотрим что это такое я вам уже сказала что вот видите справа это три тысячи баллов видите три тысячи баллов вот справа объем личной группы это на это обращайте внимание то о чем я вам говорила в вашей группе нету директоров это вот справа налево мы идем вот так бонус стабильности в звании директор это одиннадцать тысяч рублей это за год его необходимо разделить на два потому что каждые полгода сплатят бонус стабильности но об этом мы поговорим на следующем занятии сегодня немножечко я вам расскажу вкратце об этом квалификационный бонус в этом звании директор пятьдесят пять тысяч рублей об этом мы тоже поговорим позже и среднемесячный доход обратите внимание среднемесячный доход не за каталог не за период а среднем месячный доход в среднем сорок одна тысяча здесь может быть и больше статусы директор больше но все будет зависеть от того какой у вас будет групповой объем следующий статус у нас старший директор опять идем справа налево помните я вам говорила пять тысяч баллов должно быть от пяти тысяч баллов если у вас вырастает вот справа налево вы видите табличку вырастает один директор то директор естественно выходит смотрите вверх у него должно быть у директора три тысячи баллов а у вас помимо директора обязательное правило должно быть не меньше двух тысяч баллов не меньше но лучше больше если вы хотите получать хороший доход об этом будем говорить дальше должно быть больше но компания пропускает вот такой объем группа объем личной группы помимо директора бонус стабильности 16500 за год делите на 2 квалификационный бонус написан 82500 но это если вы перескочили директора если вы получили бонус квалификационный за директора то вам идет доплата идет доплата 22500 доплата всего лишь потому что вы уже получили эти 82 делятся отнимается 55 который написано выше среднемесячный доход 61500 у старшего директора может быть больше 100 150 тысяч вот именно вот на этом звании у старшего директора может быть самый большой максимальный доход но об этом мы тоже с вами поговорим следующее звание серебряный директор справа налево идем помимо директоров должно быть объем личной группы 1500 и это уже два директора вашей первой линии которые у вас выросли бонус стабильности 22 тысячи рублей делится на два квалификационный бонус за подтверждение статуса квалификации серебряный директор в течение восьми каталогов подтверждения должно быть 110 тысяч рублей среднемесячный доход серебряного директора 82 тысячи рублей это среднее может быть и больше все зависит от того как выстроена структура это об этом тоже позже следующее звание золотой директор объем ли справа налево объем личной группы должен быть 1000 баллов пропускает компания но лучше больше об этом на следующем занятии директоров должно быть в структуре вашей первой линии трое бонус стабильности 33 тысячи это поделенное на два за год 33 квалификационный бонус за восемь каталогов 165 среднемесячный доход 123 тысячи у золотого директора может быть меньше может быть больше зависит от того какой у вас именно построение структуры может быть и около 200 может быть и 300 и более об этом об этом будем говорить позже давайте сейчас коллеги перейдем на следующий слайд не совсем поняла в среднем доход это для директора или на всех за группу это конкретно директору это конкретному человеку который вышел на это звание это конкретно получает этот человек в среднем директор на структуру там намного больше на структуру это все на структуру там намного больше идет доход там по-другому считается это конкретно доход самого директора это когда вы знаете как будете приглашать людей себе в команду на построение бизнеса вы можете показывать вот эти таблички и говорить это в среднем может быть меньше а может быть больше будет зависеть от того как выстроена грамотная структура давайте перейдем на следующий слайд это для того чтобы вам запомнить запомнить коллеги до квалифик от директора от старшего директора до рубинового директора добавляется по одному директору в первую линию понятно что я сказала что я сказала напишите что значит добавляется по одному директору это запомнить давайте вернемся обратно смотрите у директора нет директора правильно чтобы стать старшим нужно сделать или пять тысяч или добавить одного видите чтобы перейти на статус серебра к этому одному добавляем еще одного получается два чтобы перейти на золото добавляем к двум еще одного и получается три вам это нужно запомнить от директора до золота по одному директору добавляем и это растем по одной квалификации на ну вот как только вырастает у вас новый один директор поставьте мне пожалуйста плюсики всем ли это понятно потому что я буду переходить к следующему сравнению коллеги всем ли понятно отлично вот я специально сделала такой вам слайд запомнить с каждым моим директором я открываю новую квалификацию умница оксана но только до рубина до включая рубинового директора до рубина с каждым одним новым директором теперь давайте посмотрим на другие квалификации там есть отличие у рубинового директора четыре директора обратите внимание именно на чтобы достичь квалификации бриллиантов нужно добавить уже не одного а двух именно на бриллианте добавляем двух директоров то есть вот здесь вот эта логика с каждым моим директором я открываю новую квалификацию ломается с рубина на бриллианта двух директоров чтобы было шесть понятно или нет поставьте восклицательные знаки понятно или нет коллеги отлично обратите внимание я справа не буду читать правый правую колонку везде от рубина до старшего международного директора идет у нас по тысячи баллов объем личной группы который разрешается компании чтобы квалификация считалась если будет меньше объем личной группы значит ваши директора вас посадили в директорскую корзинку и ваш статус не подтвердится вы будете получать объемную скидку но вы будете в директорской корзинке у вас квалификации не будет и вы не будете получать бонус квалификационный директорский об этом мы поговорим позже но главное запомнить вот смотрите еще раз вернусь обратно чтобы вам было понятно правую колонку смотрим и здесь видите разный разбег то есть директор это три у старшего должно быть два боковой объем серебряного полторы золото золото начинается тысяча видите то уже дальше начиная с рубина то есть золото тысяча и потом пошло до старшего международного директора также тысяча баллов объем личной группы теперь давайте посмотрим на следующую колонку по директорам до рубина по одному бриллианта достичь нужно два закружилась ничего страшного я почему сейчас только дам вам это чтобы вы просто на ваша задача сейчас не думать про объем личной группы о боковом объеме о бонусах обо всего не думать сейчас мы с вами запоминаем какая квалификация сколько директоров мы ставим сейчас задачу на этом это просто дополнительно я вам рассказываю сколько доход сколько бонусы сколько бонус стабильности это дополнительно сейчас мы с вами не считаем доходы не запоминаем доходы сейчас мы с вами запоминаем квалификации и сколько директоров итак для бриллианта два директора а уже обратите внимание и тогда получится шесть а начиная с элитного директора уже идет прибавляется по 3 видите элитный директор 9 это значит к 6 3 национальный директор к 9 3 получается 12 старший национальный директор к 12 и 3 15 международный директор 15 и 3 18, старший международный директор к 18, 3, 21. Вам сейчас нужно запомнить логику. Конечно же обратить внимание на шикарнейшие бонусы квалификационные. 220 рубин, 330 бриллиант, элитный 500, национальный директор миллион, старший национальный миллион 250. Старший международный национальный директор миллион 250. Международный директор полтора миллиона. Старший международный директор миллион 750. Вообще генеральный партнер это всего 30 бриллиант. Ох, Даша, вперед паровоза. Да, татосечки, да, 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 да. Правильно говоришь? Я сейчас вам просто показываю. И обратите внимание на средний доход. 164 тысячи, 246, 340, всего, правильно, да, я сказала, 30 людям изменить свою жизнь. Элитные, смотрите, 615, 748, ну а миллион начинать со старшего международного. Об этом, о доходах мы будем с вами говорить далее. Сейчас мы должны запомнить. И смотрим на следующий слайд. Запомнить. Где у нас, как Оксана правильно написала. Оксана, как вы написали? С каждым моим директором у меня новая квалификация. До рубина. Бриллиантовый директор добавляется 2. Запомнить. С бриллианта до квалификации партнер по 3 директора. Все. Вот это нужно просто запомнить. И запомнить название квалификации. Запомнить название квалификации. Смотрите, как они из... Ой, 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 ой. Ой, слишком далеко убежала. Простите, сейчас быстренько вернусь. Сейчас быстро вернусь. Обратите внимание, от рубина и выше, что происходит? Здесь идет рубин и бриллиант, и элита, и национальный, и старший национальный, и международный, и старший международный. Это все директора. Это все директора. Единственное, у них меняется первое название. Рубиновый. После рубина самый дорогой камень, это бриллиант. Потом самое важное, это элита. Потом идет национальность, национальный. Потом старший национальный. Потом получается международный. Потом старший международный. Попробуйте для себя как-то запомнить, что за чем идет. Я вам рассказываю, как я запоминаю. Теперь давайте посмотрим. И вот это запомнить. А теперь переходим на следующий, последний слайд. И здесь уже начинается партнер. Партнер. Если до этого у нас были директора, то на следующие квалификации это партнер. И здесь уже аббревиатура меняется. Старший партнер, управляющий партнер, национальный партнер, международный национальный партнер и генеральный партнер. Да, вам нужно просто разделить на три таблички и просто запомнить. А потом к ним запомнить. Начиная с партнера, идет у всех по 24 директорские структуры. Видите? По 24 директорские структуры. Что такое директорские структуры? Напишите мне, какой это процент директора? Директор это какой процент? Это сколько баллов минимум? Чтобы вы понимали, что директор вырос. 23% спасибо, Надежда. А да, 3000 баллов. То есть до всех директоров там колеблется, добавляется по 3, кроме бриллианта. А здесь у нас уже идет ровно 24 директорские структуры, которые 23%. Теперь смотрите, партнер перерастает в старшего партнера. И у него начинает вырастать 6 бриллиантовых структур, которые входят в эти 24. То есть посчитайте мне, если у него 24 директорские структуры по 23, а 6 бриллиантов вычесть, сколько у него должно быть директоров. Они причем могут быть в разных статусах. Может быть просто директор, может быть старший директор, может быть золотой, рубиновый, может быть бриллианта, до бриллианта. 18. Вот. Но вы должны запомнить, 24 и туго. 24 всего. Из них 6 бриллиантов. Обратите внимание, следующая квалификация. Управляющий партнер добавляется еще 6 бриллиантов из 24. То есть вот начиная с партнера, вы практически не можете, вы конечно лучше не останавливаться, но вы практически можете не выращивать больше директорских структур, а просто из этих директоров растить бриллиантов. И тогда вы сможете расти по квалификации. Если там нам нужно было добавлять директоров в первую линию, то здесь мы фиксируем 24, и просто каждый статус это по 6 выращенных бриллиантов из этих директоров. Понятно объясняю? Поставьте плюсики, кому понятно. Поставьте плюсики, кому понятно. Понятно. Посмотрите, у старшего партнера 6 бриллиантов, у управляющего партнера плюс 6, 12 получается, помимо 24. Посчитайте мне, 24 минус 12, сколько получится. У национального партнера, прибавляем 6, получается 18, правильно, 12, у управляющего партнера разных квалификаций до бриллиантов. У национального партнера уже 18 бриллиантов, и минус 24, сколько получается. Посчитайте мне. Международный 6, международный партнер, ой, международно-национальный партнер 24 и 24. К 18 прибавили 6, получилось 24. То есть вы здесь запоминаете, что вы растите по 6 бриллиантов. И у вас вот здесь 24 и здесь 24. Вы вырастили. И только потом, когда вам нужно вырасти до последней, самой высокой квалификации генеральный партнер, вам нужно привезти еще 6 бриллиантов или вырастить из тех директоров, которые будут дополнительно к 24. Например, уже изначально у вас лучше делать ставку, что у вас 30 директоров. Изначально расти 30 директоров. Тогда однозначно вам останется просто и еще 6 помимо 24 довести до бриллианта. И вы генеральный партнер. И это самая высокая планка квалификации в компании. Это доход, он написан от миллиона рублей. Я вам точно скажу, что здесь каждый более 2-3 миллионов, если еще не больше, каждый месяц. И это только за эту квалификацию 55 миллионов квалификационный бонус. В предыдущем 40, в предыдущем 21, в предыдущем 14, в предыдущем 8, в предыдущем 5500. 5 миллионов 500. И если вы начнете все это складывать и собирать все эти бонусы по квалификационной лестнице, вы просто будете мультимиллионером, я бы так сказала. Потому что у вас ого-го сколько будет. Поэтому только в бонусах вы будете ого-го каким миллионером. Коллеги, есть ли здесь вопросы? Потому что я хочу вам поставить вот такой слайд. Запомни, до международного национального партнера от звания партнер остается у всех по 24-23% группы. И на каждой новой ступени, на каждую новую квалификацию, Оксана, придумайте. Придумайте фразу, если там вы придумали по одному директору, то здесь придумайте. Мы учим. На каждой новой ступени, для того, чтобы достичь нового звания, вам нужно просто вырастить 6 бриллиантов. По 6 бриллиантов на каждом звании. И вот здесь запомнить, что генеральный партнер отличается от всех. Это 30, 30, 23% групп, и это уже 30 бриллиантов в первой линии, в первой. А во втором поколении, в третьем, пятом, десятом, может быть там море или бриллианты, многое другое. Но об этом вы сами всем сказали так. А, все, сказала. Понятно ли здесь, есть ли здесь вопросы, коллеги? Потому что я хочу, чтобы вы запомнили. Три слайда важных. Первый слайд. Чтобы в партнерах возрастать, по 6 бриллиантов прибавлять. О, супер! Слоган появился у нас в нашей команде. Спасибо, Галина. Придумайте себе какие-то слоганы, чтобы вы просто это запомнили. Потому что, когда начинает человек смотреть на эту карьерную лестницу, он говорит, ой, мама, я это никогда не запомню. А запомнить нужно только название квалификации, какая за какой идет. И запомнить именно, где и какое количество директоров должно добавиться. Если вы эту картинку себе нарисуете, придумаете, запомнить, то вам будет гораздо проще разбираться в маркетинг-плане. Вам уже легче будет говорить на таком-то, в таком-то звании вы сможете получить вот это, но вам нужно вырастить столько-то директоров, и вы даже в маркетинг-план заглядывать не будете. Вы будете просто очень хорошо ориентироваться. Итак. Теперь давайте поговорим, что еще у нас есть помимо квалификации. У нас есть бонусы Фаберли. Это квалификационные бонусы, и о них я вернусь назад. Покажу вам. Это вот то, что я вам показывала. Квалификационные бонусы, это нарисованное розовым, на всех статусах. Это квалификационный бонус, и потом мы поговорим о нем более точно, но сейчас уже скажу. Что, когда выплачивается квалификационный бонус? Когда вы открыли какую-то квалификацию, ваша задача 8 раз в течение года, в течение 17-18 периодов, 19 периодов, без разницы, как у нас компания делает разные каталоги, в течение года 8 каталогов вам нужно выйти на эту квалификацию. И тогда, как только 8 каталогов вы это сделаете, у вас называется закрепленное звание. Вас закрепили, и на 9 каталог вам выплачивают квалификационный бонус по вашей квалификации. Лучше делать подряд, тогда вы быстрее квалификационный бонус получите. Но если даже у вас не получается подряд, то вам в течение года, в течение года с момента открытия, вот сейчас, например, у нас сколько каталогов в году? Сейчас сколько каталогов у нас в году? Скажите, количество сколько? Коллеги, сколько каталогов у нас в этом году? 18, спасибо огромное. Значит, вам нужно, если вы в этом году открываете квалификацию, то вам нужно 18 каталогов подтвердить, в течение 18 каталогов подтвердить 8 раз квалификацию директора. То есть 8 раз выйти больше 3000 баллов. Многие боятся, ой, я не успею, а вдруг у меня каждый период не будет получаться? И из-за этого эти страхи себе привязывают на шею. Не надо этого бояться. Если вы идете на квалификацию директор, открывайте ее, потому что если в следующем каталоге у вас не получится ничего страшного, вы в открытом звании, у вас будет кандидат в директора календарного года, да. Нет, Владимир, вы говорите о бонусе быстрый старт, это немножко другое. Я в нем скажу дальше, и тут написан бонус быстрый старт. Я говорю просто про квалификацию. У нас огромное количество людей пришли уже давно, но до сих пор не сделали квалификацию, и это для них. Квалификацию, квалификационный бонус вы можете получить, подтвердив 8 раз квалификацию директора. Если вам кому понятно, поставьте пятерочку. Кому непонятно, поставьте двоечку или напишите вопрос. Спасибо, Владимир, за вопрос, потому что хороший вопрос, но об этом позже. Владимиру непонятно. Так, объясню еще раз дальше сейчас. Дальше, может быть, я начну. Оксана, проценты пятерка поняла, вижу, сравниваю на клавиатуре. Остальным понятно или нет? Вы открываете квалификацию директора или старшего, или серебряного, или национального партнера, или генерального партнера, неважно. Любую квалификацию вы открываете. Вам нужно 8 каталогов, 8 раз выйти на этот статус или больше. То есть выйти на этот объем или больше. Именно на статус, потому что квалификации это количество директоров в вашей первой линии. 8 раз в течение года с момента открытия вашего каталога. Вашего, с момента, когда вы открыли. Ну, давайте посчитаем так, чтобы понять не было. Вот у нас сейчас третий каталог. Давайте посчитаем. Оксан, посчитаем. Вот люди, господа лидеры. Если вот в третьем каталоге вы открываете квалификацию директора. Не каталогов подряд, а количество раз за год. Не поняла, о чем вы имеете в виду. Хорошо. Если подряд сделать квалификацию. Сейчас третий. Пишите. Третий. Это первый раз. Четвертый каталог будет. Это второй раз. Пятый каталог. Это будет третий раз. Шестой каталог. Это будет четвертый раз. Седьмой каталог. Это будет пятый раз. Восьмой каталог. Это будет шестой раз. Девятый каталог. Это будет седьмой раз. Десятый каталог. Это будет восьмой раз. Одиннадцатый каталог. Вы получаете бонус. Квалификационный. Если вы подряд подтверждаете свою квалификацию. Но компания дает поблажку. Например, вы открыли третий каталог. Вы открыли квалификацию. Но в четвертом вы ничего у вас не получилось сделать. И в пятом у вас тоже не получилось сделать. А в шестом вы опять сделали три тысячи баллов. Это у вас будет считаться второй раз. В седьмом, например, у вас не получилось. А в восьмом вы опять сделали три тысячи баллов. Это будет третий раз считаться. И вам нужно в течение, в течение восемнадцати каталога с момента открытия, открытия восемь раз. Это понятно? Коллеги, это понятно? Отлично. Отлично. А может быть я дальше буду рассказывать про бонус быстрый старый. И тогда Владимир поймет, что немножко про другое он. Я и говорю, что не подряд каждый период, а количество раз за восемнадцать, а количество раз восемь, количество раз, да, только вы не добавили восемь, восемь раз за восемнадцать. Все правильно, отлично. И вы получаете квалификационные бонусы. Теперь давайте перейдем к директорским бонусам. И их я вам сейчас покажу, что такое директорский бонус. Я потом буду возвращаться на этот слайд. Смотрите, что... Ой, вот это быстрый старт. Сейчас я пролесну, коллеги. Так. Ух. А я вам не сделала. Хорошо. Извините. Хотела сделать, но не сделала. Хорошо, ладно. А, сейчас попробую загрузить. Если у меня получится, я вам загружу сейчас эту фотографию, потому что она у меня есть. По поводу именно... По поводу именно... По поводу именно директорских бонусов. Чтобы вы поняли и отличали. Квалификационный бонус это одно. Директорский бонус это совсем-совсем другое. Нет, нет, нет. Если вы открыли в пятнадцатом, с момента открытия у вас происходит такая ситуация. Вы начинаете туда отсчитывать. Вот, смотрите. Размер директорских бонусов и условия их начисления. Или я пропустила этот слайд, или может быть он у меня почему-то не закачался, не пойму. Смотрите. Квалификационный бонус за квалификацию. А директорский бонус выплачивается за то от каждого директора, который вырос в вашей структуре. То есть, это в планах. Отлично. Смотрите. Вот, например, пока вы директор, вы получаете квалификационный бонус 55 тысяч рублей. Как только у вас вырастает первый директор, вы с объема этого директора получаете, не забирая у директора, у директора свои выплаты от компании. Ему платит компания отдельно. Вам компания оплачивает, что вы помогли своему лидеру выйти на директора. И вам компания с объема вашего директора и с объема старшего директора выплачивает 5% с этого объема. Это дополнительно к 23. Но как рассчитывается, это я потом вам расскажу. Это мы сейчас не об этом. Мы просто говорим, если у вас первое поколение директоров, вы получаете с объема личной группы, или, например, с объема личной группы, или со старшего директора, у которого нету директоров, вы получаете 5%. Если у вас во втором поколении вырастают директора, то есть у ваших директоров вырастают директора, то вы с объема этих директоров получаете 1%. Если у тех директоров во втором поколении вырастают в третьем поколении директора, но здесь обязательно условия должно быть. Видите, слева первый уровень директором вы должны быть, второй уровень серебряным вы должны быть, третий уровень золотой бонус, четвертый уровень рубиновый бонус, пятый уровень бриллиантовый бонус, то есть вы должны быть в определенном статусе. То есть если у вас, предположим, вот как на эту табличку смотреть, сверху видите, ноль директоров, ноль выплат. Один директор, значит вы стали старшим, поэтому вы получаете, продолжают Владимир, я думаю, не поняла. Смотрите, один у вас вырастает, вы 5% получаете. Если у вас два директора по верху, видите, вырастает, и вы становитесь серебряным, вы получаете 5% с двух директоров и уже у вас есть возможность получать со второго уровня 1%. Если у вас три директора вырастает, то вы получаете 5% с первого уровня, 1% со второго и 3%, ой, и 0,5% с третьего. Если у вас 4 директора, вы в рубиновом статусе и вы уже захватываете четвертый уровень. Сейчас будет голова кипеть, сейчас у вас не нужно вам это, подождите, сейчас это не для Владимира, это не то, это не квалификационный бонус он спрашивал, он спрашивал про быстрый старт, и сейчас мы о нем поговорим. Я просто вам показываю, чем отличается. Квалификационный это за квалификацию, а директорский это плюс к вашим 23% еще дополнительная выплата от компании. А конкретно 18 периодов. Да, я это уже сказала, я ответила. Если с 15 каталога, просто считаете и у вас перейдет в 18 каталогов, но у вас уже в 19 каталоге это будет. И все. Год от момента открытия, год отчитываете 18 каталогов и без проблем. Если понятно, чем отличается квалификационный от директорского, поставьте мне пятерочки. Если непонятно, задайте вопрос. Чем отличается квалификационный бонус от директорского? Понятно. Но вы задали не тот вопрос немножко, и понятно. Тогда, хорошо, другой вопрос. Владимир, я ответила на ваш вопрос? Если да, поставьте, пожалуйста, пятерочку. Я пойму, что я ответила на ваш вопрос. Да, все. Отлично. Чтобы мы просто не повисали. Благодарю. Теперь мы с вами возвращаемся назад и смотрим с вами следующий. Квалификационный за квалификацию, он так и звучит. Директорский за то, что у вас директора выросли. Вот как можно запомнить. Бонус стабильности. Это если вы делаете 100 баллов личного объема. Обязательно. Если вы не делаете бонус стабильности, вычеркиваем. Вы его получать не будете. Начиная для того, чтобы получать бонус стабильности, обязательно необходимо делать 100 баллов личного объема. Для получения директорского бонуса и квалификационного бонуса достаточно 50. Для получения бонуса стабильности личный объем должен быть 100. Для поездок подарочных от компании личный объем должен быть 100. Итак, давайте рассмотрим бонус стабильности. Так, еще раз перескочу. Бонус стабильности выплачивается каждые 8 периодов. То есть 8 периодов это у нас полгода. Если посчитать, иногда бывает там чуть меньше. Но вот сейчас получается, если 18 разделить на 2, сколько получается 18 каталогов разделить на 2? Посчитайте. 18 каталогов разделить на 2. 9. Раньше все время говорили 8 периодов. И выплачивается через 8 периодов, коллеги. Хотя у нас каталогов 18. Поэтому бонус стабильности можно получать больше. Я, например, бонус стабильности получала и 3 раза в год, и 4 раза в год. Но там очень сложная система расчетов. Я пока вам ее давать не буду. Запомните просто правило. Если вы делаете 100 баллов личного объема и не падаете со своей квалификации, а даже растете, даже если не падаете, вы уже будете получать бонус стабильности. Если растете, то вы будете просто перетекать одного бонуса стабильности в другой. То есть директор получает 5500 за полгода. Это 11000 в год. Старший директор 8250 рублей. Сколько это будет в год? Напишите мне. 8250 в год сколько? Серебряный директор 11 в полгода. Сколько это в год? 22000. Спасибо, Надежда. Золотой директор 16500 в полгода. Умножьте на 2. Рубиновый директор и выше. Начиная с рубинового директора. Бонус стабильности у всех одинаковый. 22000 в полгода, 44 в год. Даже генеральный партнер бонус стабильности получает 44 в год и 22 в полгода. Правильно. Благодарю. Вот здесь легко запомнить. Вам нужно запомнить до рубина. А дальше вы можете понимать. От рубина и выше это получается 44. То есть каждые полгода вот я получаю 22000 бонус стабильности, что держу свою квалификацию. Если бы я упала, то мне нужно было бы подтвердить вновь, чтобы было ровное количество 8 периодов. Только тогда я получила бы бонус стабильности. Если нужно 8... Вот если упал, нужно заново начать эту... То есть заново начать 8 раз, чтобы получить бонус стабильности. Поэтому падать нельзя. Вот здесь падать нельзя. Если для квалификации можно где-то и схлюздить, но в течение года 8 раз, то для бонуса стабильности хлюздить нельзя. Он и называется бонус стабильности. Значит вы стабильно или держите, или стабильно растете. И эти бонусы вам плюс в копилочку к бонусу квалификационному, к бонусу директорскому, к объемной скидке и еще и бонус стабильности. Это мы будем считать далее. Если вам это понятно, поставьте пятерочки, кому понятно. Если непонятно, задайте вопрос, я на него отвечу. Потому что я перейду, благодарю, отлично, какие вы у меня молодцы. Теперь мы будем говорить про бонус материнства. Бонус материнства, естественно, получают те люди, которые... Ой, коллеги, простите меня, пожалуйста, бонус материнства. Как-то я так вот, вот как-то немножко неправильно. Так, сейчас я попробую загрузить картинку, потому что я ее делала, как я так получилось, что я ее не загрузила. Сейчас попробую ее загрузить. Подождите секундочку. Бонус материнства и бонус усыновления, это практически один и тот же бонус. Это такой шикарный момент, то, что делает компания вот этот подарок. Он такой потрясающий. То есть пришел консультант, пришла женщина, и она родила ребеночка. Она должна быть в этот момент, когда она родила ребеночка, в квалификации директор, как минимум. Просто если не будешь в квалификации директор, как минимум, то тогда бонус материнства не получишь. Но компания дает возможность именно для мамочек быть в статусе полторы тысячи баллов, и уже с этого выплачивается бонус материнства. Так, ладно, я более подробно о нем расскажу на следующем обучении. Даш, напиши, пожалуйста, ты же в курсе, ты, вон, Дарья у нас уже второй бонус материнства получает. Не пойму, куда-то у меня не туда картинка запечатлелась, я не могу ее найти. Не пойму, почему я ее не зафиксировала. Какой-то у меня сбой произошел. Даш, напиши, пожалуйста, за одного ребенка. Я просто вам скажу. Вот смотрите, если звук пропал, меня слышно, нет, сейчас слышно, Владимир? F5 нажмите. F5 нажмите. Коллеги, все ли меня слышат или нет? Все ли меня слышат или нет? Поставьте плюсики, слышно меня или нет? Слышно, отлично. Про бондонус материнства я углублюсь позже, потом расскажу более подробно, одно могу сказать. Если у вас до этого был ребенок, и вы вышли на квалификацию директора, и родили нового, то вам компания будет платить за двух в течение года каждый каталог, каждый каталог по 3000 рублей. Если у вас, нет, не буду врать, каждый каталог в течение года. Если у вас первый рожденный ребенок, по-моему, за двух и более 3000 рублей каждый каталог. Если, вот видите, не рожала в квалификации директор и немножко запуталась. Если у вас первый ребенок родился, как вы вышли на квалификацию, то компания платит 1500 рублей каждый каталог в течение года. Бонус материнства вам платит. Если вы, например, не родили, а усыновили ребеночка. Немного пропустили. Если вы усыновили ребеночка, то это считается вашим ребенком и точно так же. Если у вас это первый ребенок, то 1500 каждый каталог в течение года. Если это у вас второй ребенок, или третий, или четвертый, или пятый, именно как вы вышли на квалификацию директора, то бонус усыновления вам будет платиться 3000 рублей каждый каталог в течение года. Ну, об этом мы поговорим позже более точно, или, возможно, Дарья у нас напишет. Это отдельный бонус плюс и к квалификационному, и к директорскому, и к бонусу стабильности. Пятого рожать. Да, Оксана, придется, но вначале директор, потом пятого. Хорошо? И тогда будете бонус материнства получать. Шикарный бонус. Ни в одной компании такого бонуса нет. Теперь бонус за быстрый старт. Вот здесь многие путают, и вопрос именно вот Владимира был похож на этот. У нас есть бонус быстрый старт. В бонус быстрый старт включаются только в самом начале пути. Сейчас у нас продолжается бонус быстрый старт, в котором можно получить два раза подряд за любое новое звание. Два раза подряд нужно подтвердить квалификацию, то есть открыли директора, подтвердить ее. Потом можно открыть старшего и подтвердить старшего. Открыть золото, рубина там или золото, открыть и подтвердить. То есть каждую квалификацию нужно подтвердить дважды. Именно за время бонуса быстрый старт. Как это считается? Те, которые новички пришли вот недавно. Кстати, вот Галина, это для вас. Вы только пришли. Вы только включились в этот бонус быстрый старт. С момента регистрации, с периода регистрации отсчитывается 9 каталогов. И за эти 9 каталогов вам нужно дважды подтвердить квалификацию любую. И тогда у вас, вам будет выплачен двойной бонус квалификационный, который, помните, за квалификацию, за любую квалификацию дважды, если вы ее дважды подтвердите. Если вы будете приглашать к себе консультантов, то сейчас еще работает этот бонус быстрый старт. О нем у нас записала Дарья шикарное обучение. Оно есть конкретно по этому бонусу, прям все расписано. Но для себя важно понять. Бонус быстрый старт у нас меняется. И иногда бывает до 8 апреля, спасибо, Неля, вот этот бонус быстрый старт работает до 8 апреля. Что значит до 8 апреля? Значит, до 8 апреля все новички, которых вы приведете в свою структуру до 8 апреля, они включаются в бонус быстрый старт. И даже если 8 апреля человек зарегистрировался, и бонус быстрый старт стал другим, то он будет идти, у него будет 9 периодов для этого, именно для этого квалификационного бонуса двойного, именно по этой бонусной программе. Если вам это понятно, поставьте пятерочки, я буду понимать, что я объяснила. Если непонятно, задайте вопрос. Вообще у нас есть шикарное видео по бонусу быстрый старт. И бонус быстрый старт, те, кто уже давно, спасибо, что вам понятно, те, кто у нас давно бонус быстрый старт получить не могут. Если вы только еще не, у вас не закончилось 9 периодов, но вы можете приглашать в свою команду консультантов, будущих партнеров именно на этот бонус. Потому что таких бонусов двойных не бывает. Вот здесь есть шикарный момент. За директора сколько получается квалификационный бонус? Напишите мне, кто знает. За директора сколько? Сколько? 55, Надежда, спасибо. А двойной? За директора получит, кто пройдет 9 периодов, вот бонус быстрый старт, сколько будет? 110, правильно. А за серебряного директора бонус квалификационный сколько? Напишите мне. Мы с вами изучали, сколько. Сколько за серебряного директора? Я вас потом научу ориентироваться. 110, спасибо, Надежда. А двойной сколько? А двойной сколько, умноженное на 2? 220. А за рубинового директора сколько? За рубинового директора сколько? Я пропустила квалификацию, но за рубинового директора сколько? Надежда, сколько за рубинового директора? Ну-ка, кто мне напишет? Квалификационный бонус сколько за рубинового директора? Я вам тут упрощаю. Правильно, Галина, 220 квалификационное. А дважды это сколько? Двойной бонус сколько получится? Сколько будет двойной бонус по быстрому старту? 440. А если вы сложите бонус квалификационный двойной за директора, бонус квалификационный двойной за старшего, бонус квалификационный двойной за серебряного, бонус квалификационный двойной за золотого, бонус квалификационный двойной за рубинового, Вы увидите, что можно купить маленький броневичок. Есть по бонусу быстрый старт. Мы сейчас это считать не будем, но это действительно уникальнейшая акция, на которую нужно приводить людей. Это как раз та акция, про которую нужно говорить с теми, кто идет на бизнес. Конкретно на бизнес. Теперь давайте вернемся дальше и посмотрим. Мы с вами поговорили про квалификационный бонус. Это за квалификацию, за директорский, за директоров. Бонус стабильности, если вы стабильны. Бонус материнства, усыновления, если вы рождаете ребеночка или вы усыновили. Бонус за быстрый старт, если вы новичок или вы пригласили новичков. Они получат, вы уже не получите, если вы не новичок. И бонус развития. Самый шикарный бонус, наверное, один из самых уникальнейших бонусов развития, это просто бомба. И начинается это в кавычках такая бомба именно с квалификации бриллианта. Почему нужно себе ставить планку не меньше бриллианта, а не просто директора. Бонус развития выплачивается бриллиантовым директорам и выше. Бонус развития выплачивается в размере 30% от суммы всех квалификационных бонусов, выплаченных за год за новые звания вашим директорам. Вот вы пригласили много будущих директоров. Вы им помогли вырасти по бонусу быстрый старт. Они получили двойные бонусы. Или просто получили квалификационные бонусы. И вот сколько бонусов ваших директора получат, первое поколение, второе, третье, пятое, десятое, неважно. Все директора, которые находятся в вашей структуре и начнут получать бонусы квалификационные за свои квалификации, если вы на этот момент уже в статусе бриллиант, то за год у вас накопится огромная сумма, которую выплатит вам компания, 30% за эти все квалификационные бонусы. То есть вам компания платит, вам как директорам, и если... А, нет, не так. Вашим директорам компания платит за квалификации. И вам компания платит, что вы помогли и выучили такое количество директоров. Нет, конечно, тут можно, ого-го, как вот накопить. И если грамотно расписать планирование именно по этим доходам, то можно получить ого-го. Вот смотрите, даже элементарно, посчитайте, если 110 тысяч, например, умножьте на 30%, 110 тысяч квалификационный бонус умножьте на 30%, сколько получится? Сколько получится бонус развития? Посчитайте, 110 тысяч я не считаю, коллеги, правда, я не считала. Просто вам сейчас такое задание. 110 тысяч умножить на 30%, сколько получится? Прямо я возьму, посчитаю сама. Прямо посчитаю. Я даже посчитаю не 110, кто-то считает 110, а я посчитаю 440. 440 тысяч бонус квалификационный умножить на 30%. Ого-го, вы посчитали? Если 440 тысяч у вас получат ваши директора, а вы уже в статусе бриллианта, тогда вам компания заплатит 132 тысячи только за эти, да, 134. Да, это вообще круто. Вообще, вот квалификационный бонус, ой, бонус развития, это вообще один из самых уникальнейших бонусов. Поэтому все ставим планку себе не меньше бриллианта, не меньше. А бриллиант у нас сколько директоров? А бриллиант сколько? Это директоров первой линии? Заработать, да, заработать. Написала так смешно Оксана. Да, огромное количество возможностей заработать. 6. Почему мы у нас на нашем сайте пишем? Приведите 6 лидеров. Найдите 6 партнеров, которые выйдут на квалификацию директора. Мы вас ведем, подталкиваем. Найдите таких 6 партнеров, тогда вы сразу же будете идти уже на бриллиантах. Тогда и квалификационные бонусы вы будете получать и накапливать за все квалификации. И директорские бонусы вы будете получать на каждой квалификации. И бонус стабильности вы будете получать, если будете стабильно держать или расти по квалификации, и делать 100 баллов. Если вы родите детей, бонус материнственного усыновления. Если вы быстрый старт, то еще и здесь вы будете получать. А еще если вы вырастите до бриллианта, вы начнете получать бонус развития. Причем это не выплачивается каждый каталог. Это накапливается за год. В 12 каталоге каждого года подводится итог. В 13 каталоге подводится итог компании. То есть есть два каталога 12 и 13 для подтверждения статусов, чтобы ваши директора подтвердились. Потому что если кто-то не подтвердится в 12 и 13, не подтвержденный, а в 14 подтвердится, бонус не получает. Ваш директор и вы квалификационный бонус, бонус развития не получаете. Поэтому в ваших интересах, у каждого из нас мы в интересах роста каждого члена нашей команды. Мы в интересах каждого директора, независимо первое поколение, второе поколение или третье поколение. Пока мы растим директоров, мы уже можем дойти до квалификации бриллианта и уже по итогу года за свой труд получить вот такой бонус от компании. Это понятно? Коллеги, если да, поставьте плюсики, пожалуйста. Ой, поставьте пятерочку, я буду понимать, что вам это понятно. Это понятно? Отлично. Итак, ответьте мне, пожалуйста, какие сегодня различия вы увидели по росту квалификации? Напишите мне, пожалуйста, какие вы различия увидели по росту квалификации? Напишите, пожалуйста, я хочу понять, увидели ли вы различия и запомнили ли вы эти различия? Мы сегодня с вами работали только на запоминание. Сколько директоров на какой квалификации? Какие различия? Вспоминайте. Жду очень внимательно. И следующий вопрос. Какой бонус вам больше всего понравился? Количество директоров прибавлять сначала по одному до рубина. Спасибо огромное, Галина. Количество директоров, Марина, спасибо. Директора бонусы, спасибо. Директорский бонус. Какой вам бонус больше всего понравился? Какой бонус вам больше всего понравился? Какой бонус вам больше всего понравился? Напишите. Напишите какой. Развитие. О, Галине понравился. О, мне тоже нравится. Надежде нравится директорский бонус. Кому еще какой нравится? Какой бонус вам больше всего понравился? Развитие Елены понравился? Отлично. Какой еще? А будущие мамочки или мамочки, которые планируют родить, не понравился бонус? Бонус какой? Какой бонус вам? Все хороши. Точно. Все абсолютно хороши. Итак, коллеги, мне очень приятно с вами было работать сегодня. И сегодня, быстрый старт, вот Лиане понравился. А, кстати, Лиана, она совсем недавно, и вы можете пройти по бонусу быстрый старт. Отсчитайте момент прихода в компанию, посчитайте, сколько у вас каталогов осталось, чтобы стартануть и рвануть. Коллеги, это был первый урок, чтобы понимать различия между квалификациями и в названиях квалификаций, и ваша задача выучить этот урок. Второе. Какие существуют бонусы и чем они отличаются? То есть, какие есть квалификации и какие есть бонусы? Чем отличаются квалификации и чем отличаются бонусы? Это первое домашнее задание вам до следующего урока. Следующий урок будет на следующей неделе, и я там дам вам уже более углубленно другие темы, но в этом же направлении. Мы также будем говорить про квалификации, но уже будем более углубленно говорить про доходы. А сейчас ваша задача вот посчитать и запомнить, и придумать себе фишечки, как запомнить. Спасибо огромное за внимание. На этом наш вебинар закончен. И завтра мы вас ждем на вебинар. Третий урок, как работать с новичками. Его будет давать Дарья, а потом она вам даст чек-лист. То есть полностью уже третий урок, который подведет итог всех трех уроков двух предыдущих шикарных инструментов работы с новичками. Поэтому приходите сами, приглашайте своих лидеров. Ждем вас завтра в это же время по этой же ссылке. Спасибо за внимание.